Дискуссия о будущем западного либерализма звучала и раньше, но сейчас это еще более важно и интересно. Как, на ваш взгляд, он обречен? Либерализм. Западный либерализм. Ну, сейчас у нас говорят и неолиберальная доктрина, неолиберальная политика. Я думаю, достаточно посмотреть на те проблемы, которые сейчас в уши уют на Западе, причем не только проблемы, которые связаны с естественным ходом вещей в сфере экономики, торговли, там бывают подъемы и спады, но прежде всего проблемы, которые сам Запад себе искусственно создает. И об этом подробнейшим образом говорил президент Путин, когда объяснял гносиологию нынешнего продовольственного энергетического кризиса, вызванных непродуманной, поспешной и явно эгоистичной позицией политикой западного государства. Точно так же и политика санкций, которая далеко не вчера появилась. Политика санкций, нацеленная на то, чтобы любых несогласных наказывать, подчинять своей воле, своим интересам, игнорируя интересы всех других, эта политика тоже не вчера появилась. Поэтому, ну, наверное, каждый должен делать выводы, исходя из реальных фактов. Кто как справлялся с кризисом коронавирусной инфекции, кто как справляется сейчас с энергетическим кризисом, кто как пытается спекулировать грубейшим образом на продовольственной безопасности, обвиняя Россию в том, в чем она абсолютно не виновата и к чему она абсолютно не причастна. Этот кризис продовольственно используется в самых разных целях, не только в сфере пропаганды, обелить Украину и лишний раз навесить всех собак, извините за грубые выражения, на Москву. Но и если вы послушаете, например, заявление Бориса Джонсона, его министерши по иностранным делам, они явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы Королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал чуть ли не руководить здесь всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами, которые украинцы же обязаны разминировать. Так что здесь много проявлений, вот тех судорог, которые мы наблюдаем в действиях западных политиков, и все это на фоне резкого ухудшения положения дома в западных странах, что, согласно принципам неолиберальной демократии, требует отвлечения внимания населения, тем более, учитывая, что каждые 2-3-4 года надо идти на выборы, надо отвечать за выполнение своих обещаний, а предъявить, в общем-то, особо нечего. Поэтому не зря некоторые политологи уже не первый год говорят о том, что надо переосмыслить линию на то, что ни одна страна, которая не является либеральной демократией, не является легитимной и предлагают посмотреть, как, ну, они их называют автократическими, авторитарными режимами, но как государство с сильной центральной властью преодолевают кризисное явление в мировой экономике, которое по этим странам каким-то образом рикошетит. Так что размышления о том, какое государственное устройство наиболее отвечает требованиям сегодняшнего дня, они начинаются пока еще среди политологов, за ними надо наблюдать. Спасибо.